Привет, это Технозон. Сегодня мы снимаем, вернее, вам показываем топ-5 ТВ-боксов до 50 долларов на март 2020 года. Он кардинально поменялся, мы перебирали очень много ТВ-боксов, очень много ТВ-боксов пересмотрели, некоторые вылетели из топа, некоторые добавились, некоторые поменялись, вернее, переранжировались в самом топе. И ссылки на все обзоры этих самых ТВ-боксов лежат в описании под видео, как и ссылки на сами ТВ-боксы. Итак, переходим, смотрим, ориентируемся, выбираем, и мы говорим вам сейчас уже вроде бы как поехали, но просим подписаться, нажать колокольчик, чтобы вы не пропустили все наши интереснейшие и дальнейшие обзоры, обсуждения, настройки, модификации, расстрелы говнобоксов. Ну, а сейчас и говорим хавабанга, ребята, это же вы будем, поехали. Итак, мы на моем канале. Вы видите GeForce GTX 1660 Super бесплатно от компании Payphone X. Это очередной розыгрыш на канале Технозон. Ссылка тоже лежит в описании под видео, но мы не об этом. Поехали. ТОП-5. Пятое место. Таникс ТХ-9С. Реально мне зашла эта приставка. iM-Logic S912. Тысяча мегабитный LAN. Да, 2 на 8. Да, Wi-Fi только 2,4 ГГц. Но есть проброс 3HD звука, есть проброс DTS HD звука и эта приставка шикарная. На нее ставится AFRD, работает автофреймрейт за свои деньги. Здесь она стоит 30 баксов, чтобы вы понимали, на GearBest ее можно купить за 24,99. Ссылка тоже лежит в описании под видео. Отличный TV-бокс, бескомпромиссный. Обзор. Почему бескомпромиссный? Потому что за эти деньги получить и автофреймрейт, и HD звук, и восьмиядерный процессор, и тысяча мегабитный LAN практически невозможно. Поэтому он у нас занимает пятое место. Там впереди еще очень много всего интересного. На четвертом месте наша любимая шайба, по крайней мере мне она зашла, H96 Max X3. В данном случае она стоит 42,75 за версию 4 на 32. Если вы хотите 4 на 64, за 49 вы можете купить 4 на 128, и 4 на 32 обойдется вам в 36,49. И самое интересное, что здесь тоже очень все классно с коммуникативными возможностями 5 ГГц, с LAN. Тоже идем смотрим обзор. Здесь iMlogic S905X3 процессор, 4 гигабайта и различные варианты хранилища от 32 до 128. Шикарное решение. К тому же, несмотря на то, что есть какие-то мелкие проблемы, которые абсолютно хорошо решаются на FOP IDEI, там есть еще и прошивка на Android TV 9 для этого самого H96 Max X3. И это добавляет ему, скажем так, ценности. Ценности добавляют. В нем есть Netflix, правда черный, но за свои деньги он тоже работает практически идеально. Это вот если брать о соотношении цены. То есть мы на эту цену. Если вы хотите посмотреть, как работает идеально на 100 баксов, то идете, смотрите топ-5 ТВ-боксов выше 100 баксов. Вот там по-другому идеально звучит. Теперь. Третье место. Это TV-бокс X96 Max на 905 X3 процессоре. Это обновление предыдущего поколения. Он стоит у нас, версия, за 2 на 16, 27 долларов. 34 на 32, 37, 99. И за 41 вы можете взять 4 на 64. Неплохая версия, неплохой ТВ-бокс. Смотрим тоже обзор. Здесь 1000 мегабитный LAN в версиях выше 4 на 32. То есть 4 на 32 включительно здесь 1000 мегабитный LAN. Отлично работающий. Как и присущий всем 905 X3. Может быть немного нагрев в каких-то очень тяжелых 4K торрентах онлайн. Но вы тоже и учитывайте цену. 37, 99. Приставка заслушивает нашего внимания отлично. На втором месте X96S. Кстати, на всех этих приставках ставится через root AFRD. Автофреймрейт будет работать. X96S в формате стика. Я считаю, что он заслуживает второе место. Во-первых, очень компактный. Во-вторых, стабильно работающий не греется. Работает на S905Y2 процессоре. Если бы я нашел нормально работающий S905X2, то поверьте, он был бы здесь в топе. А это S905Y2 с хорошим 5 Гц Wi-Fi. На него есть Android TV прошивка обзор, на которую мы делали. И она есть. Здесь есть возможность у нас прятать его прямо за телевизором, подключать Bluetooth пульт. И все это тоже мне очень сильно нравится, как работает. Поэтому он занимает второе место заслуженно. Вот не нравится? Не смотрите. Считаете, что ниже позиции заслуживают большего внимания? Бога ради, я топ-5 для того и делаю. Можете обсуждать со мной в комментарии, но без матов, потому что с матами комментарии удаляются. И на первом месте Amazon Fire Stick. Вернее, Fire TV Stick 4K. Да, на первом месте. Во-первых, автофреймрейт нативный. Во-вторых, юзабельность. В-третьих, это MTK процессор с достаточно хорошей картинкой. В-четвертых, это сообщество с поддержкой. То есть, есть целый чат, скажем так, достаточно сумасшедших людей, в кавычках, которые каждый день пилят этот стик. Пилят, дорабатывают. И вот ссылка на этот чат в описании под видео. Этот стик 2 или 3 раза в год вываливается в цену в 25 баксов, когда его нужно покупать. Можно. Хотя есть такие, которые за 49.99 покупают. И вот сейчас он 49.99 без скидки. Но стик крут. Это единственный TV-бокс в топ-5, который имеет лицензию Netflix. Это единственный TV-бокс в топ-5, который имеет такой шикарный пульт. При этом Bluetooth-пульт. Это единственный TV-бокс в топ-5, который имеет в себе возможность включить интерфейс в Dolby Vision. Это можно организовать. И это единственный TV-бокс в топ-5, который имеет такую шикарную поддержку от сообщества энтузиастов. Поэтому мы однозначно считаем, что он занимает топ-1 в нашем этом самом топ-5. Ребят, если вы считаете, что это не так, не знаю, выскажите свое недовольство в комментариях. Но он действительно того заслуживает. На сегодняшний момент его можно рутовать. На него можно установить Android TV. На него можно установить огромное количество различных плюшек. И он при этом будет отлично работать. На него люди смотрят торренты. Его легко с собой переносить. Он не тротлит, не греется. При этом добиваются каких-то сумасшедших на нем результатов. И у меня тоже такой стик, кстати, есть. Поэтому, ну, я, правда, его использую без модификаций. Я люблю чистый Netflix, смотрю чистый Netflix. Ну, как-то так. Поэтому, если вы считаете, что этот топ заслуживает внимания, обращаем внимание на обзоры, которые лежат в описании под видео. И мы переходим к резюме. В качестве резюме могу сказать, что, посмотрев все обзоры этих самых TV-боксов, вы сможете выбрать для себя идеальное устройство до 50 долларов. Не, я не говорю, что, допустим, тот же Wonder X3, он не заслуживает быть в топ-5. Но, к сожалению, там потом обнаружилась проблема с антенной в 2.4. Ее нужно переклеивать. Вот столь радикальные переделки я могу допустить только в случае с Fire TV Stick 4K. Но ни в коем случае, допустим, с механической. То есть, если здесь нужна программная доработка, то там необходима механическая доработка. Я не допускаю механических доработок в топы. Почему? Потому что люди не должны так мучиться. Если здесь топ-1, я считаю, что это, знаете, это увлечение мужчины. То есть, он взял, он там копается, это конструктор. Мы все большие дети. Он взял, копается, не нравится, берите топ-2. Вот тоже неплохой стик, крайне плохой. Поэтому, если вам нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх. Если нет, пальцы вниз, обязательно подписываемся. Все обзоры лежат внизу, описание под видео. С вами был Баббл на канале Технозон. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok.